Библейский портал экзегет.ру представляет Четыре псалма с 51 по 54 объединены общей темой и общим заголовком. Эти псалмы надписаны именем Давида. Более того, речь идет о неком учении, обучении, наставлении от имени Давида. Среди иных надписаний встречается словосочетание «начальник у хора». Это означает, что у этих псалмов должен был быть какой-то музыкальный аккомпанемент. Некоторые исследователи считают, что эти псалмы объединены также едиными историческими реалиями. Бегством Давида от своих врагов. Первейшим из таких врагов был царь Саул, а вторым — Авессалом. Идет ли речь об одном каком-то из врагов, или эти псалмы, написанные в разные этапы жизни Давида, говорят о разных лицах, сказать трудно. Но тема преследования, мольба о наказании врагов за их преследование действительно объединяет четыре псалма. Ну, теперь рассмотрим последовательно псалмы с 51 по 54 в отдельности. Это и другие наши лекции, опубликованные на портале exeget.ru, а записанные читаются в Московском Срединском монастыре. Итак, перед лицом злого врага. В надписании упоминается некий Доик Идуменин. Доик был исполнителем повеления царя Саула. Если смотреть на книги царств, он был человеком знатным и богатым. Никто из слух Саула не решился умертвить священников. Мы знаем, что на какое-то время в Номве, в таком городке, где проживали священнослужители, Давид укрылся от преследований Саула. И вот единственным человеком, который в последующем хвастался убийством священников, явился этот самый Доик. Злобный, клеветник, доносчик. О нем Давид как-то сказал. Я знал, что он непременно донесет Саулу. К этому Доику в нашем псалме обращается Давид после того, как спасшийся от преследования Авиафар сообщил ужасное известие об умиршлении жрецов. Итак, злоба и коварство Доика заключается не только в том, что он убивает, при том лиц избранных и посвященных, он еще и хвалится своим бесстыдным поступком. Таких людей, по мысли Давида, нужно истреблять к радости праведников. Напротив псалмопевцу, который находится сейчас в бесстовом положении, в будущем предстоит счастливое будущее. И он словно уже очами веры предчувствует, предсозерцает, как из Дома Божия на него придет благословение, которое можно сравнить с маслячной веткой. С лозой маслины. В этом псалме также говорится о том, что его автор будет надеяться на Господа, на его спасение, и это будет назиданием для всех праведников Божиих, которые будут храниться благостью Божией. Как считает епископ Ириней Орда, изначально данный псалм имел личный характер, но в нем также содержится и общее учение, отсюда написание разума Давида, о том, что праведник, любой праведник, не должен терять надежды на Бога вследствие того, что его подстерегает злоба, клевета от сильных мира сего. А некоторые святых отцов под упоминаемым в данном псалме могущественным клеветником даже понимали антихриста. Ну, теперь давайте посмотрим более детальней стихи данного псалма. 3-6 стихи данный псалом начинается со слов, что хвалишься злодейством сильный. Подвигами для человека, который хвалится убийством священников, по сути дела являются его восстания против правды и истины. Такой человек мерзок в очах Господа. И можно сказать, что и небеса с отвращением смотрят на человека, который гнусно приступает к повелению Божия о том, чтобы хранить не только всякую святыню, но и святых людей, посвященных Богу. В 4 стихе Давид упрекает своего супротивника словами «Гибель вымышляет язык твой». Его язык подобен изощренной бритве, острому ножу, колкому предмету. То есть, такому орудию нанесения ран, которое может пустить кровь. Итак, не только он сам и его поступки, но и его слова режут сердце, пуская кровь. Причиной злодейства этого дойка по 5-6 стиху является его греховное сердце. Он полюбил зло более, чем добро, и ложь более, чем правду. Следовательно, перед нами человек, у которого представления о добре и зле искажены. Он любит то, что должен ненавидеть, а ненавидит то, что, по идее, он должен любить. Можно предположить, что коварные уста стали для такого порочного человека уже нормальным состоянием. Ненормальное по замыслу Божию стало нормой для этой коварной личности. 7-9 стихи. За это преступление, за такую жизнь Господь Бог сокрушит в конец, уничтожит. Эти слова говорят о суде, о приговоре, о смерти. Венец злодеяний дойка – это смерть. И его кончина должна быть настолько позорной и противной, что даже праведники, глядя на нее, должны убояться. Мы можем по-разному интерпретировать слова, что значит «посмеются». Вряд ли речь идет о том, что действительно кто-то будет на похоронах хохотать. Сколько скорее под данным смехом понимается ощущение той всей абсурдности противления воле Божией, которая преследует людей, думающих, что они проживут сей век в злобе и грехе, и никто это не заметит. 10-11 стихи. В противоположность доику праведник подобен зеленеющей маслине в Доме Божьем. Образ маслины был очень важен для древних евреев, потому что зеленеющая маслина – это образ счастья и благоденствия. в противоположность зеленеющему дереву дерево, вырванное с корнем, дерево, лишенное воды, которое засыхает. Мы видим, что здесь маслина, она как бы прорастает в храме, как бы из храма получает свою живительную воду и энергию для того, чтобы дать плод. В этом нельзя не увидеть некую аллюзию и тонкую прикровенную параллель на слова Спасителя в его прощальной беседе с учениками о том, что я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви. Без меня не можете творить и ничи сожи. И тот, который не приносит плод, то дерево засыхает, срубывается, та лоза бросается в огонь, потому что ни на что не годится. Итак, в словах о том, что зеленеющая масляна в дом Божий прорастает, мы видим не только указание на счастье праведника, но и на то, где этот праведник, источник счастья имеет, откуда он духовно подпитывается. Из храма. Упывая на благость Божию, такой праведник будет вечно славить Бога за все, что тот сделал. Уповать на имя Его. Что значит уповать на имя? В имени Божьем, то есть в тех эпитетах, в тех характеристиках, которыми мы Бога описываем, выражается вся совокупность тех качеств проявлений Его к миру, которые мы можем наблюдать. Имя Божие Сущий, имя Божие Творец, имя Божие Господин, Господь, имя Божие Вездесущий и так далее. Все эти категории говорят о тех оттенках Его бытия, которые мы только способны уловить. В Новом Завете таким именем становится любовь. Имя Божие по посланию апостола Иоанна – это любовь. Буду славить Тебя перед святыми Твоими, перед теми лицами, которые являются постоянными участниками храмовых богослужений. В данном псалме выражена полная уверенность Давида в силе Божией, уверенность в силе Его имени, та уверенность, которая не ослабевает никогда, ни при каких обстоятельствах и преследованиях. Бог – скала, крепость, твердыня, на которую полагается автор псалма. Он защищает тех, которые под Его сенью ищут покрова и убежища. И этот псалом побуждает нас задумываться о том, как мы поступаем в момент испытаний и опасности. Если мы, как дети Божии, прибегаем под Божий покров в Его храм, и там ищем утешение и обновление нашей души, то тогда действительно мы начинаем прорастать и давать плоды, как та самая масляна, уповинаемая в данном псалме. Дерево, которое мыслью своею о вечности, о постоянной зелени возвращает нас к первичной идее того древа жизни, которое прорастало в раю.